Книга притчей Соломоновых, глава третья, стихи с девятого по семнадцатый. И не тяготись обличением его, ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему. Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, потому что приобретение ее лучше приобретение серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, никакое зло не может противиться ей, она хорошо известна всем, приближающимся к ней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. Долгоденствие в правой руке ее, а в левой в нее богатство и слава. Из уст ее выходит правда, закон и милость она на языке носит, пути ее путеприятные, и все стези ее мирные. Книга пророка Исаии, глава 66, стихи с 12 по 16. И вот так говорит Господь. «Вот я направляю к нему мир, как реку, и богатство народов, как разливающийся поток для наслаждения вашего. На руках будут носить вас и на коленях ласкать. Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме. И увидите это, и возрадуется сердце ваше, и кости ваши расцветут, как молодая зелень, и откроется рука Господа рабам его, а на врагов своих он разгневается. Ибо вот придет Господь в огне, и колеснится его, как вихрь, чтобы излить гнев свой с яростью, и прещение свое с пылающим огнем. Ибо Господь с огнем и мечом своим произведет суд над всякую плотью, и много будет пораженных Господом». Первое послание к Тимофею святого апостола Павла. Глава 3 стихи с 14 по 16. «Сие пишу тебе, надеюсь, вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, которая и есть церковь Бога Жвага, столб и утверждение истины. И беспрекословно великое благочестие тайна Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Евангелие от Иоанна. Глава 10 стихи с 22 по 42. «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима, и ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили Его и говорили Ему, «И у Иерусалима, и 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 у Иерусалима, долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им, «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как Я сказал вам. Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за Мною». И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей. «Отец Мой, Который дал Мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего. Я и Отец одно». Тут опять иудеи схватили камень, чтобы побить его. Иисус отвечал им, «Много добрых дел показал я вам от Отца Моего, за который из них хотите побить камнями». Иудеи сказали ему в ответ, «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Иисус отвечал им, «Не написано ли в законе вашем?» Я сказал, «Вы Боги?» «Если он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание. Тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий. «Если я не творю дел Отца Моего, не верьте мне, а если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нем». Тогда опять искали схватить его, но он уклонился от рук их и пошел опять за Иордан на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истинно, и многие там уверовали в него. Святой Иоанн Златоуст Беседы на Евангелие от Иоанна Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима, и ходил Иисус в храме, в притворе Соломоновым. Тут иудеи обступили его и говорили ему, «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Всякая добродетель хороша, но в особенности не злобие и кротость. Она выказывает в нас людей, она отличает от зверей, она делает равными ангелам. Поэтому и Христос часто и много говорит об этой добродетели, повелевая быть кроткими и незлобивыми. И не словами только заповедует это, но учит тому и самыми делами, то терпеливо перенося заушение, то подвергаясь поношениям и наветам, и, несмотря на то, опять обращаясь с наветниками. Вот те именно, которые называли его имеющим беса и самырянином, которые неоднократно хотели умертвить его и бросали в него камни, те самые, окружив его, спрашивали, «Если ты Христос, то скажи нам прямо». Но он и теперь, после столь многих и великих козней, не отверг их от себя, но отвечал с великою кротостью. Но необходимо рассмотреть всю эту беседу сначала. Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, сказано. И была зима. Это был великий и общенародный праздник. Иудеи с великим усердием праздновали этот день, в который восстановлен был храм по возвращении их из продолжительного персидского плена. На этот праздник явился и Христос. Теперь он часто приходил в Иудею, так как время страдания было уже при дверях. Тут иудеи обступили его и говорили ему, «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». На это Христос не сказал, «Чего от меня хотите? Вы неоднократно называли меня беснующимся и неистовым самарианином. Вы считали меня противником Божьим и обманщиком. И недавно еще говорили, «Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое неистинно. Как же теперь спрашиваете и хотите узнать от меня, тогда как отвергаете мое свидетельство?» Нет, ничего такого он не сказал. Хотя и знал, что намерение, с которым они спрашивали, было лукавое. Правда, окружив его и сказав, «Долго ли тебе держать нас в недоумении?» Они тем, по-видимому, выразили некоторое усердие и желание знать. Но на самом деле мысль, с какой у спрашивали, была злая и коварная. Так как дел его они не в состоянии были оклеветать и опорочить, то старались уловить его в словах, и потому постоянно предлагали ему вопросы не с тем, чтобы знать, но чтобы заградить ему уста его собственными словами. Не будучи в состоянии ничем опорочить его дела, старались найти какой-нибудь предлог в его речах. Поэтому-то и говорили, говори нам прямо, хотя он уже неоднократно говорил. Так и самарянке он говорил, «Это я, который говорю с тобой». И слепому, и видел ты его, и он говорит с тобою. Да, и им самим он сказал, хотя не такими, но другими словами. И если бы они имели ум и действительно желали знать, то могли бы уже и по тем словам признать его, потому что делами он много раз доказывал это. Между тем, смотри, какое у них развращение и упорство. Когда он проповедовал и учил словами, они говорят, «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе?» А когда представлял доказательства в делах, тогда говорят ему, «Если ты, Христос, говори нам прямо». Таким образом, когда вопьют дела, они ищут слов, а когда учат слова, прибегают к делам, всегда настаивая на противном. А что они спрашивали не с тем, чтобы знать, это показал конец. В самом деле, на того самого, которого считали столько достоверным, что принимали его свидетельства даже о себе самом, на того самого, едва только изрек он несколько слов, тотчас начали бросать камни. Значит, и то, что они окружили его, и то, что настоятельно спрашивали, делалось с лукавством. Да и самый образ вопроса являл в них великое недоброжелательство. «Говори нам», говорят, «прямо», «если ты Христос». Хотя всегда, бывая во время праздников, он все говорил не обинуяся и ничего не говорил тайно. Однако ж они для того обращаются к нему с льстивыми словами и говорят, «Долго ли тебе держать нас в недоумении?» Чтобы, вызвав его, опять найти какой-нибудь повод к обвинению. А что они всегда спрашивали его с этой целью? Не для того, чтобы научиться, но чтобы уловить его в словах, это видно не отсюда только, но и из многих других мест. Так и тогда, когда они приступили и спрашивали, «Как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» И когда беседовали о разводе с женою, и когда спрашивали о той, о которой говорили, что она имела семь мужей, они были уличены в том, что предлагали вопросы не с желанием знать, но со злым намерением. Но в тех случаях он обличает их, говоря, «Что искушаете меня, лицемеры?» Показывая тем, что он знает их тайные намерения, а здесь ничего такого не говорит, научая нас не всегда обличать наветников, но многое переносить скротостью и незлобьем. Итак, Паэлику безумно было требовать свидетельства слов, когда проповедовали о нем дела, то послушай, как он им отвечает. Частью указывая на то, что они без нужды этого требуют и не для того, чтобы научиться, частью показывая, что он уже дал ответ более ясный, чем на словах, то есть ответ в делах. «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне». Это самое часто говорили между собою и умереннейшие из них. Как может человек грешный творить чудеса? И, видя знамения, которые он творил, говорили, «Это Христос». А другие говорили, «Когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил?» Да и эти самые, которые теперь спрашивали, хотели уверовать в Него на основании дел, говоря, «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе, что Ты Христос?» Итак, по элику в то время они показывали вид, будто убедятся простым словом, между тем, как не убедились столь многими делами, то он обличает лукавство их, говоря, «Если вы делам не веруете, то как поверите словам? Значит, вопрос ваш излишний. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Я со своей стороны исполнил все, что следовало сделать пастырю. Если же вы не следуете за мной, то это происходит не от того, будто я не пастырь, но от того, что вы не мои овцы. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из рук моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из рук отца моего. Я и Отец одно. Смотри, как он, и не признавая их, склоняет следовать за собою, вы, говорит, не слушаете меня, потому что вы и не овцы мои, а те, которые следуют за мною, принадлежат к стаду. Это сказал он с тою целью, чтобы они поревновали сделаться овцами. Потом, сказав, чего овцы его достигнут, он тем подстрекает их и возбуждает в них желание. Что же, значит, по могуществу только отца никто не восхитит их? А сам ты не можешь и не имеешь силы охранить? Отнюдь нет. И чтобы ты знал, что из речения «Отец их дал мне» сказано ради иудеев, чтобы они опять не называли его противником Божиим, то вот он, сказав, «Никто не может похитить их из рук отца моего», далее показал, что рука его и рука отца одна и та же. А если бы это было не так, то следовало бы сказать, «Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из рук моих». Но он не сказал так, а от рук отца моего. Потом, чтобы ты не подумал, что сам он бессилен, но овцы находятся в безопасности по причине силы отца, он присовокупил. «Я и отец одно». Как бы так говорил. Не потому я сказал, что ради отца никто не похитит овец, будто сам я не силен охранить их. «Я и отец одно», то есть по отношению к могуществу, так как вся речь у него была о могуществе. Если же одно и то же могущество, то очевидно и существо. Так как иудеи вооружались бесчисленными средствами, строили ковы, отлучали от синагоги, то он говорит, что все это они предпринимали напрасно и бесполезно. Овцы находятся в руке отца моего, как и пророк говорит. «Вот я начертал тебя на дланях моих, потом, показывая, что рука одна, он называет ее то своею, то отчию. А когда ты услышишь слово «рука», не представляй себе ничего чувственного, но силу, власть. Если же потому никто не мог восхитить, что отец облег его силою, то в таком случае излишне было бы дальнейшее изречение «я и отец одно». Если бы он был меньше отца, то это изречение было бы очень дерзновенно, потому что оно показывает ничто другое, как равенство могущества. Так именно поняли его и иудеи, и потому стали бросать в него камни. Однако ж, несмотря на это, он не опроверг такого их мнения и предположения. Между тем, если бы они сделали предположение неправильное, следовало бы поправить их и сказать «Для чего вы это делаете? Я сказал, это не для того, чтобы приписать мне и отцу равное могущество». Но он поступает совсем напротив. Он утверждает и одобряет их предположения. И все это, несмотря на их ожесточение. Он не только не извиняется в своих словах, как нехорошо сказанных, а, напротив, еще их укоряет в том, что они имеют о нем ненадлежащее понятие. Так, когда они сказали «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Послушай, что он отвечает. «Не написано ли в законе вашем «Я сказал, вы боги» если он назвал богами тех, к которым было слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите «Богохульствуешь, потому что я сказал, я сын Божий». А эти слова означают вот что. Если те, которые получили это название по благодати, не подвергаются обвинению, когда называют себя богами, то как может по справедливости подлежать укоризне тот, кто имеет это по естеству? Но он также сказал и доказал это, после употребив наперед выражение «боле смиренные» и сказав, которого Отец осветил и послал в мир. Когда же утишил их кнев, тогда приводит ясное доказательство. Сначала, чтобы слово его было принято, он говорил с некоторым уничижением, а, наконец, возвысил и сказал так. «Если я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне. А если творю, то когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне, и Я в Нем». Видишь ли, как Он доказывает то, что Я уже сказал выше, именно что Он ничем не меньше Отца, но всем равен. Так как невозможно было видеть существа Его, то вот Он в доказательство равенства Своего могущества представляет равенство и тожество дел. Чему же именно, скажи, веровать? Тому, что Отец во Мне, и Я в Нем. Я не иное что, а то же, что Отец, только пребываю Сыном. И Он не иное что, а то же, что Я, только пребывает Отцем. И кто познал Меня, тот познал и Отца, уразумел и Сына. Но если бы Сын был меньше Отца по могуществу, то и познание было бы ложное. Нельзя познать ни существа, ни могущества одного лица посредством другого, отличного от Него. Сын. 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 Сын.